Мир рассказывает свою тему. Коллеги, хочу сказать, есть классный предприниматель, которая уже была в нескольких сетевых компаниях, у нас здесь в Казани, и она сейчас, у нее та компания, то есть что-то случилось с той компанией, она сейчас ушла в другую компанию. Представляете, вот один из наших партнеров с ней дружит, и она просто ей не предложила бизнес, слова, с мыслью, а чушь ей будут предлагать. И сейчас та предприниматель ушла только-только в другой сетевой маркетинг, и в другую сетевую компанию, получается, просто наш партнер упустил ее. И та предприниматель сказала, коллега на встрече, на какой-то одной из встреч, говорит, что я иду туда, куда меня приглашают. Коллеги, вот этот момент надо просто-напросто себе запомнить. Сколько бы вы не писали в соцсетях, сколько бы вы, там, я не знаю, не проделали работу, есть люди, которых нужно звать точечно. Я тоже такая. Понимаете, меня тоже звали точечно. Мне звонили, меня приглашали. На сегодняшний момент я тоже все делаю точечно, только по приглашению. То есть где-то что-то, ну, бывает, конечно, что я где-то что-то найду, сама там запишусь, пойду, но это очень-очень редко. Обычно везде хожу по приглашению. Коллеги, есть такие люди, которых надо звать. Это в основном сетевики, это люди, достигшие какого-то уровня. Это реально вот такие ресурсные люди, о которых мы говорим, о которых мы хотим в свои команды. Вот таким людям, коллеги, стопроцентно надо писать самим. Представляете, надо писать обязательно. Поэтому список знакомых мы ведем, ресурсных людей, сетевиков, предпринимателей, каких-то экспертов, людей, у которых уже есть завоеванная любовь у своей клиентской базы. Этих людей прям писаем отдельно и этим людям прям пишем. Напоминаем о себе, коллеги, напоминаем. Не забываем, какое-то точечное касание делаем, говорим, что мы их ждем, говорим, что этот бизнес им бы тоже подошел, приводим доводы, почему бы подошел. То есть вот эту деятельность не прекращаем делать, как Ровенская говорила и говорит по сей день, что от сетевиков не отстаем всю жизнь. Прям-прям-прям-прям. А я вот к этому еще приписала, что все ресурсные люди, пусть у вас будут в отдельном списке, пусть они будут списком, пусть это будет в блокноте списком, или в заметках ваших, да, потому что эти люди когда-нибудь могут прийти в ваши команды. Ресурсные, сильные люди с большой клиентской базой, уже готовые, уже прогретые вами, уже прогретые вашим успехом, вашей деятельностью, могут прийти в ваши команды, если вы их хотите звать. Обязательно нужно звать коллеги, звать без этого никак, и именно в точном касании. Потому что вот ресурсные люди, они любят больше внимания, что ли, именно вот внимания с вашей стороны, чтобы не просто так она там увидела ваш пост в Инстаграм и пришла, она так никогда не придет, она или он, да, их надо действительно звать отдельно. Вот это надо запомнить, и опять-таки пересмотреть свой список знакомых, и опять-таки обратить на него внимание, опять-таки его постоянно дополнять, дополнять всякими рекомендациями, обязательно брать у людей рекомендации. Если вы пишете человеку, даже тому же ресурсному человеку, предложение, он вам говорит «нет», вы можете у него взять рекомендации. «Окей, ладно, тебе нет, тебе это не нужно, а порекомендую, кому это может быть нужно». То есть вот это предложение тоже обязательно должно быть, чтобы вы не отпустили этого человека, потому что любой человек в вашей жизни, он пришел в вашу жизнь непросто так, этот человек может привести вам к ключевого партнера. Вот этот момент тоже не забываем, коллеги, это тоже часть нашей работы. «Ну, коллеги, ну а что еще делать? Вот те, кто не ходят на основную работу, скажите, что еще делать?» Это и есть часть нашей работы. Если 8 часов только этому уделять, действительно будет хороший результат. Но мы же не уделяем себе 8 часов только этому. Вы же согласитесь, что мы еще живем в своей жизни, особенно те люди, которые не работают. А если уж те люди, которые работают, так вы же само собой разумеющиеся. Вы тем более уже 8 часов этой деятельности не уделяете. Поэтому, коллеги, мы должны понимать, вы должны для себя выписать списком, какие действия входят в ваши, какие ежедневные действия, да, входят в ваши, ну, ваши действия, что ли, да, это не так даже, в ваш арсенал действий. Ну, короче, какие ежедневные действия должны быть у вас каждый день, тут уж такая савтология, каждый день для того, чтобы вы достигли результатов вообще, ну, список дел, да, список дел. Ой, что-то я, короче, закуталась, ну, вы меня поняли, да. Какие должны быть действия каждый день, чтобы дойти до результата. И какие действия входят в ваши обязанности, вот, я вот так хотела сказать. Какие действия входят в ваши обязанности ежедневно, чтобы получить доход. Вы вот это должны для себя выписать и ежедневно делать эти действия. Ну, вот я начала тему свою сегодняшнюю, что действительно, коллеги, эти действия приносят результат. Потому что уже сегодня уже закрываются ранги, уже у нас есть закрытые ранги, подтвержденные ранги на сегодняшний день. И это я знаю, что это все открытые новые ранги уже есть. И я знаю, что все это результат действия, коллеги. Никак иначе, только результат действия. Так, сегодня стартует марафон по WhatsApp статусам. Еще раз напоминаю, что для нас это совершенно не ново. Мы все это умеем делать, коллеги, мы все это делаем. У нас есть отдельный канал по WhatsApp статусам. То есть мы умеем делать все. Для нас не ново. Может быть, это может быть ново для ваших новичков. Ну, и я не знаю, может быть, какой-то идеи, вдохновение вы там почерпываете для себя. То есть идти для чего? Может быть, что-то новое услышите. Все то, что мы уже знаем, как выкладывать, технику выкладывания, какие сторисы выкладывать, как выкладывать. То есть все, все, все у нас уже это наработано. Но тем не менее, вот мы же в объединении 9 лидеров, они решили создать такой марафон. Я думаю, даже этот марафон будет полезен для наших новичков. Потом в дальнейшем взять в арсенал этот марафон тоже. Так, сегодня стартует марафон. Приглашайте новичков. Может быть, это будет новый инфоповод. Пригласить новичков на обучение еще одного метода работы. Да, это может быть инфоповодом. Можете писать сегодня об этом приглашении. Так, и все, коллеги, вроде бы спринт у нас идет, работа у нас идет. Все вроде бы нормально. Ну, еще можете обратить внимание на программу. У нас же есть рекрутинговая программа, да, вы знаете. Сейчас я вам хочу ее зачитать. Я уж сама не помню условий, потому что особо мы на нее ударение не делаем. Но тем не менее, она у нас есть, если вы помните. С ароматами, что ли, связанное. Кто-то может вот условия сказать, что это за программа? Так, сейчас я открываю сайт просто. У нас 320 тысяч баллов. Увеличиваю команду. Вот смотрите. Рекрутинговая программа. Арома, магия бизнеса. Аромат в топе продаж, они с точки вдохновения. Так, так, так. Регистрирую новых бизнес-партнеров в первую линию в период действия акции. А период действия акции у нас получается. Так, период действия акции. Непонятно, как должны быть. Кто готов? Выполняю условия акции 3 месяца подряд. А вот, 3 месяца подряд нам нужно, получается, выполнять условия акции. Акция началась у нас именно вот с этого месяца. Это ноябрь. Ноябрь, декабрь, январь. Получается, регистрирую новых бизнес-партнеров в первую линию в период действия акции. Делаю вместе с ними лично, ну, товарооборот, 1000 баллов в месяц, в месяц их регистрации, получая праздничные парфюмерные бонусы. А эксклюзивный нишевый парфюм всего за 1 рубль. То есть, коллеги, следи за своим прогрессом и планируй успех. Экспертная поддержка, подробные условия. Вот подробные условия хотела прочитать. Так, период действия акции с 1 ноября по 31 января. Для получения бонусов по итогам каждого акционного месяца. А, каждый месяц можно один парфюм за 1 рубль взять, да? Для получения бонуса по итогам каждого акционного месяца участникам необходимо выполнить личный объем от 100 баллов до 500 баллов за месяц. Личный объем, то есть нам надо сделать как минимум 100 баллов. Зарегистрируйте в первую линию новых бизнес-партнеров, которые в месяц регистрации выполнят суммарный личный объем без учета их ПК. 500 баллов и более. Бизнес-партнер 500 баллов. Зарегистрируйте в первую линию. А, и более. Ранее закрывших период статистику ПК изменивших период акции не учитывается. Например, пока зарегистрируйте. Все, личный объем участника акции новых зарегистрированных бизнес-партнеров. Баллы при подсчете личного объема участника акции зарегистрированных с первой линии участвуют только покупки, оплаченные лично ими покупкой. Так, сейчас я проговорю, что за акции. Коллеги, каждый месяц можно один из парфюмов, 1, 6, 9, купить всего лишь за 1000 рублей при выполнении условия. Вы регистрируете в течение месяца в свою первую линию только бизнес-партнеров. То есть здесь нет такого, что был клиентом, перешел в бизнес-партнер, такие баллы не учитываются. Ну, вообще считаю, что эта акция не для нас. Мы, во-первых, так не делаем, мы бизнес-партнеров сразу не регистрируем. Я не знаю, почему компания сделала такую акцию. То есть тут уже прямо направлен на бизнес-партнеров. То есть суммарно баллы бизнес-партнеров, зарегистрированных в этом месяце, должно быть 1000 баллов. Коллеги. То есть минимум 100 баллов от 100 до 500 получается, да? И твой как минимум 100 баллов. Ну, короче, со всеми вашими, а твоими, ну, вашими новичками в первой линии именно бизнес-партнеры должно быть 1000 баллов. И три месяца подряд, если вы выполняете такие условия, вы можете приобрести парфюм за 1 рубль. Ну, я вам сразу говорю, так как мы не регистрируем бизнес-партнеров, это может получиться у того человека, который сразу целенаправленно зарегистрировал бизнес-партнера, который готов работать. И в первый же месяц там ты 500 тысяч баллов личной покупки сделал. Если в вашей команде предвидятся такие люди, да, вы имеете в виду, что вы можете сразу этого человека зарегистрировать бизнес-партнером, и получается за него за 1 рубль 1 парфюм взять. То есть вот если у вас есть... В моей команде нет таких людей, потому что я регистрирую только клиентам, даю им возможность оклематься, сделать, может быть, 200 баллов в этот месяц. Доброе утро. А если есть люди, которые как ПК зарегистрировали, то уже сменить статус и сделать нет, да? Да, Оль, привет. Да, если они были ПК и переходят в бизнес-партнеры, такие люди не учитываются. Учитываются новички, сразу бизнес-партнеры, зарегистрированные в этом месяце и суммарно набравшие 1000 баллов. Только так. У меня лично таких людей нет. Ну, я в самом начале видела эту программу, но каждый месяц, а каждый день что-то я забываю про эту программу, напомнить, да? Эта программа есть уже с первого числа. Конечно, с первого числа мы могли уже зарегистрировать людей в свою первую линию, именно сразу бизнес-партнерами. Но, коллеги, мы, получается, 250 рублей у человека должны взять за регистрацию. Этот человек в течение месяца уже 100% должен 200 баллов купить. Если у вас такие люди есть, вот, еще, получается, у нас больше недели, сегодня 23-я, я вам сейчас считаю, сколько дней у нас есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять полных дней у нас, коллеги, есть. Это, можно сказать, одна треть месяца. В принципе, за одну треть месяца можно еще нас зарегистрировать, людей, бизнес-партнерами, собрать с ними тысячи баллов. То есть из тысячи баллов же, с 500 баллов, может быть, ваши могут быть, вам нужно всего лишь одного человека зарегистрировать, и если вы сами можете сделать на него 500 баллов, сразу бизнес-партнерам зарегистрировать, 500 баллов сделать. Или найти такого человека, или, может быть, двоих там, вот, 250, да? Или, ну, короче говоря, такая возможность есть, есть возможность приобрести парфюм всего лишь за 1 рубль. Вы, в принципе, можете это сделать сами. Сами сделать 500 баллов, и 500 баллов, в принципе, ну, или человека найти, или зарегистрировать эффективного, и на него 500 баллов. Это в том случае, если вы прям вешеные продажи делаете сами. Если у вас уже самих 500 баллов личных есть, и тут осталось только 500 баллов доделать. Ну, короче говоря, имейте в виду, есть такая программа, еще новая акция. В этом месяце можно приобрести, ну, по итогам этого месяца, в начале следующего месяца, приобрести парфюм за 1 рубль. В следующем месяце тоже такая программа идет. И в январе тоже будет эта программа с личным объемом, с бизнес-партнерами. Вот, про эту программу каждый день хочу сказать, но не говорю. Вот, коллеги, и все. Я сейчас слово передаю Эльмире. Если у вас есть сейчас вдруг вопросы, вы можете сейчас задать вопросы. Может, какие-то вопросы есть? Эльмира, привет! Доброе утро! Доброе утро! Эльмира, слышно, видно, отлично. Мне, по крайней мере. Коллеги, всем слышно остальным? Все, похоже, слышно. Все молчат. Эльмира, как дела? Как работа? Все хорошо. Работа идет. Вот только когда долго не выступаешь, уже начинаешь волноваться. Оказывается, нужно чаще говорить. Вот, вот. О чем я вам говорю. Каждое утро, Эльмира, мы ждем сейчас тебя. Почему бы нет? Делиться своими успехами. А потом, когда ты каждое утро вот тут начнешь трындеть, ты уже, естественно, даже если ты будешь задавать вопросы и рассказывать свои успехи, ты уже каждый день, мы будем уже ждать. Ага, у Эльмира что случилось? И ты ради этого будешь уже какие-то подвиги совершать, ежедневные действия какие-то больше делать. Эльмира, как в тете техе? Все хорошо. Расскажи, что ты изменилась за это время, пока вот тебя не было? Что в твоей работе изменилось? Есть улучшения? Есть улучшения. Улучшения у меня каждый месяц. Сейчас уже клиенты начали мне доверять. Как я уже говорила, приходят больше по рекомендации, потому что я сама прошу, я прошу обо мне говорить. Таким образом, вот второй месяц, как я сделала 5000 баллов, я считаю, что это мой труд. Мои ежедневные действия. Да, и теперь уже хочу сказать, что гораздо легче стало работать, люди начали слышать, и я себя начала чувствовать более увереннее. Так, коллеги, Эльмира, мама троих детей, она сидит с детками дома. Сколько лет самому младшему ребенку? Самому младшему ей 4 будет в феврале. Она уже у меня в детский сад начала ходить. Только-только еще начала ходить, да? Да, только-только начала. Эльмира, а ты давно у нас уже в команде? В команде я год. Пришла в том году в октябре. В октябре. Вот, коллеги, смотрите, пришла. У нее трое деток. А сколько лет остальным детям? 11,8. 11,8 и 4. Ну, тогда было, получается, 10, 7 и 3. Ну, все равно детки, которые требуют внимания. 7 лет – это первый класс. 10 – это тоже такой возраст переходной, уже называют, можно сказать, да? Когда ребенок меняется в психике, у него какие-то раздраженности. Вот сейчас у нашего сына 10 лет, тоже вот эти изменения, да? Ну, и, естественно, трехлетний ребенок – это тоже такой кризисный возраст, да? И Эльмира пришла совершенно, не имея опыта сетевого маркетинга, начала всем этим заниматься. И вот через год, я помню тоже, Эльмира говорила, что не получается, что не слышит и то, и все, да? Через год уже стабильненько. Эльмира… Ну, вот, коллеги, я просто хочу сказать, что год Эльмира вообще могла ничего не заниматься. Вообще просто могла вести свою домашнюю деятельность, быть мамой. А тут она решила выйти из зоны комфорта и что-то делать. Вот, всего лишь 12 месяцев, коллеги. Скажи, пожалуйста, какой у тебя доход дает 5 тысяч баллов Эльмира? 5 тысяч баллов у меня вот два месяца было 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей. Коллеги, это целых 30 тысяч рублей, кто-то целый месяц работает. Эльмира, а для декрета ты кем работала? До декрета я работала в Министерстве лесного хозяйства. Ну, в отделе, в канцелярском отделе, да, еще заменяла секретаря, получается. Мой доход там составлял ежемесячно 9 тысяч рублей. Сколько? 9 тысяч рублей. Ну, там еще были такие премии квартальные, но, понимаешь, до квартальных премий надо было же как-то еще выжить. И, получается, 9 тысяч рублей я их вообще, в принципе, не видела, потому что у меня уходила на дорогу, на еду. Я просто... Сколько лет ты там работала, Эльмира? Я работала там недолго, ну, может быть, где-то два года. Таис. А, ну, ты, получается, быстро замуж вышла и быстро родила, да, два года поработала, да? Нет, я замуж-то вышла уже в девятом году. Вот. Ну, хочу сказать, что недолго ты поработала из-за того, что ты уже ребеночка родила, декретаря. Вообще, я пополучился экономист, я работала в банковской сфере, долгое время проработала в Акбарсе. В Акбарсе работала и в других банках с ценными бумагами, с юрлицами. Там была гораздо интереснее работа. Но хочу сказать, что вот если взять сегодняшний день, я общаюсь с девочками, там ничего, в принципе, не поменялось, все то же самое. Какой дармот там был? Ну, там доход, самый максимум у меня был 18 тысяч, когда я еще уходила в первый декрет. Эльмир, а ты себя сейчас олигархом, наверное, считаешь, да, с 30 тысячами-то? Ощущаешь? Ну, сравнительно-то, сравнительно-то. Если сравнить, то я сейчас вообще такая удовлетворенная женщина, я сижу дома, занимаюсь своими делами, тут же я занимаюсь своей любимой работой. Дети вокруг меня пришли и ушли, я все просто контролирую. И, можно сказать, они растут на моих глазах. Или, например, соседи, которые с утра убегают на работу, а потом вечером прибегают, и все мимо них проходит вся жизнь. И жалуются еще все время. Да, жалуются, вот. А я сейчас... Вообще, я себя считаю счастливым человеком, что, на самом деле, встретила компанию. Это самая первая моя сетевая компания. У меня даже сравнить не с чем. Классно, классно, Эльмир. Эльмир, а расскажи, как ты вообще пришла в сетевой маркетинг? Я же... Прямо у нас брифинг сегодня получился. Моя история знакомства с компанией началась уже в 2016 году. Я искала продукт для здоровья, для здоровья, для детского иммунитета. Тогда у меня было двое детей, но старший сын начал ходить в детский сад. И вот когда чего-то хочешь, желаешь, то на твоем пути встречаются такие люди, которые как будто тебя услышали, да? И знакомая моей мамы, которая общается очень редко, да, встретилась, и мама рассказала свою боль, и она порекомендовала вот этот продукт. Она на тот момент начала ей пользоваться тоже, только-только. Что пускай идёт в Сибирское, там есть всё. И вот, вот эти слова мне мама передала. Я долго не раздумывая поехала в Ольпе, вспомню. И знаешь... На Пушкино, да? Не на Пушкино, а на Зорге. Ага. На Зорге. И вообще меня сразу зацепило слово Сибирь. Сибирское здоровье. Почему? У меня муж сибиряк, он у меня с Красноярска. И уже, получается, до того, как у нас не родился первый сын, я уже в Сибири побывала три раза. Вот. И вот эта вот Сибирь меня так зацепила, я подумала, я же уже представление имею, да, это не просто лес, это тайга, это другой климат, это всё такое вот, мощь такая. И начала вот, получается, поехала в офис, и мне так хорошо проконсультировали сотрудники. И я, наверное, купила всю детскую линейку, вот, Вита Мама, да? Помню, сироп взяла сразу, две штуки. И к этому я подошла очень даже ответственно. Приехав домой, я начала давать ребёнку регулярно, на постоянной основе. Мне нужен был увидеть результат. Если я буду давать вот так через раз, то я не увижу. Если мы на больничный раньше уходили за месяц три раза, то в этот раз, когда уже мы начали пить продукт, я стала замечать, что мы начали реже болеть. И даже воспитатели эти заметили, что мы один раз только на больничный уходим. И с того момента у меня уже такое проснулось доверие к продукту. Я думаю, неужели работает? Муж такой говорит, это же Сибирь. И вот, потом я начала уже постепенно переходить на уходовую косметику, начала брать себе. Таким образом, я стала постоянным клиентом компании. И знаешь, у меня даже мысли не было, что мне что-то не подойдёт. Я почему-то была уверена, что мне всё понравится. И получается, хочу рассказать свой результат сразу, пока не забыла. Когда я уже привела иммунитет вроде к норме ребёнка, я начала замечать, что у меня тоже, оказывается, есть проблемы со здоровьем. У меня был ужасный зуд на коленках. И вот пальцы, на ногах пальцы у меня прям чесались. Я расчёсывала до такой степени, что у меня всё кровоточило. И тогда я ещё не так сильно разбиралась в продукции. Я прям приехала в офис и спросила, вот такая-то у меня проблема, что мне делать, что пить. Мне сразу посоветовали три гель. И вот эта женщина мне сказала, тебе нужно пропить две упаковки подряд, но ты можешь сделать перерыв, потому что непонятно ещё, как твой организм к этому, ну, как себя проявит. Я прям вот послушав, поверив в это, начала пить три гель. Пропила и потом постепенно перешла к истокам. И тут я вообще забыла про свои болячки. И в какой-то момент я вспоминаю, спустя там несколько месяцев, что у меня на ногах ничего не чешется. Я думаю, куда всё делать? И я понимаю, что вот этот три гель сработал. Представляете, он сработал. Такие истоки тоже хорошо выводят. Вот трудненько, где бы водимые вирусы. Вообще классно. Да, и вот я потом уже начала говорить об этом маме. Но тогда ещё мама так издалека только меня прислушивалась, хотя она меня всегда поддерживала. Второй ребёнок у меня уже вообще, как-то, можно сказать, постепенно перешёл на сибирское. Ну, так же ещё мы пили лекарства. И потом, когда я уже была беременной третьим ребёнком, я полностью всю беременность пила только нашу продукцию. Если, например, мне гинеколог назначал магний там аптечный, да, или там что-то, какой-то комплекс витаминный с аптеки, я пила с нашу. Ну, даже я и не говорила, честно говоря. Не тратила на это время. Так я не знала про нашу компанию. Я же тогда не знала, что нужно рекомендовать ещё. Я только в себя вкладывала. Смотри, до прихода в нашу команду ты пользовалась, ну, это уже было шесть лет назад, год ты в нашей команде, ты пять лет пользовалась. Тебе никто про доход не говорил? Нет, мне никто про доход не говорил. Я пять лет пользовалась, и причём я думала, только надо пользоваться этой продукцией для своего здоровья. Я ещё думала, ой, какой хороший человек придумал эту компанию, что всё работает. А как доход, Эльмира? Доход? Да. Сейчас, Гульшат, я быстренько расскажу ещё, знаешь, одну такую историю до дохода. Вот, когда я была беременна третьим ребёнком, да, мы с мужем поехали, я помню ещё, мне было 33 недели, мы поехали в Ставропольский край, в санаторий. И приехав в санаторий, там же встречает, вот, получается, персонал такой, да, медицинский. На меня прям так наехали, что я вообще девушка без башки, на таком сроке приехала в такую даль путешествовать. А ты знаешь, я так хорошо себя чувствовала, вообще просто вот лучше, чем первая-вторая беременность. И у меня столько было энергии, сил, у меня был мешок моих добавок. Всё. На все случаи жизни. Я же не могу ей говорить, но она меня довела до слёз, потому что беременность такая, ну, видимо, чувствительная. И ладно, она сказала, я забыла, и мы начали путешествовать с таким животом большим. Мы ездили в Грозный, я даже поднималась на Эльбрус, представляешь? Мы просто объездили всё, я поднималась по горам, у меня было столько энергии. Вот я сейчас понимаю, что это всё благодаря нашей продукции. Я не ахала, не охала, у меня прям пёрло всё время вперёд со всеми людьми. Вот. Вот это я хотела сказать. А по поводу дохода, ну, когда у нас уже появился в 2014 году Инстаграм, да, я зарегистрировалась одна из первых. Кто появился? И так ему зарегистрировалась вот в Инстаграм, когда только он появился же, в 2014 году. Да, и я, ну, соцсети такая новенькая, интересная. Я уже тут, получается, в 2016 году пользовалась продуктом, и на моём пути постоянно выходили вот эти вот сибирское здоровье. Я таким образом начала заходить, читать информацию. Для меня это было очень интересно. Все писали посты, да, делились. Наблюдая и наблюдая, я начала понимать, что здесь, оказывается, люди денег зарабатывают. А я всё в декрете и в декрете, ещё не собираюсь вроде выходить. И мне нужны стали деньги. И, получается, таким образом я наткнулась на своего наставника через Инстаграм. Я, конечно, наблюдала за многими, но, видимо, у каждого, каждый притягивает подобные себе людей. И я, когда наблюдала за Ля-Лёй, у неё вот такая атмосфера была, да, ребёнок. Она сама такая милая, приятная, с таким голосом. Вроде всё так доступно рассказывает, всё понятно. И я ей написала. И вот, пожалуйста, я оказалась в команде Гульшат. Влад, тебе уютно с нами? Да, я очень рада, на самом деле, что я попала в сильную команду. Но хочу сказать, прежде чем написать Ля-Лей, я уже знала, что это с твоей командой. Потому что если... Ну, я как бы уже представление имела. Я ездила на Пушкина и периодически видела тебя. И мне всегда казалось, что ты просто вот такой человек, да. Ты всех там зажигаешь. И думаю, ой, думаю, как же к ней подойти. Как же там что-то спросить. Тебе было... Ну, в твоём окружении всегда было много народу. И как-то вот так. Видимо, может быть, я не... Ну, какой-то, может, страх был сразу подойти к тебе. И вот что-то, видимо, вот пошло вот так. И я попала в Рулю. Да, да, да. Ну, понятно. Эльмира, ты изначально захотела в нашу команду. Вот и получилось. А Ля-Ля тебя притянула. Коллеги, вот представляете, вот это всё стечение обстоятельств, оно не просто. Так, надо обязательно вести соцсети, вам надо вот это просто уяснить, что обязательно нужно вести соцсети, чтобы вас увидели. Очень много Эльмир на свете, которые сидят в декретном отпуске, у которых, которым выходить на работу уже, можно сказать, некуда, потому что на прошлой работе было всего лишь 9 тысяч дохода, которым нравится продукт, которым нужен продукт для их детей. То есть, коллеги, если вы не будете всё это показывать, транслировать, действительно эти люди просто будут сидеть и, можно сказать, страдать. Страдать своей жизнью без вот этого и продукта, и возможности общения, и возможности дохода, да? Вы вот действительно посланники, которые могут обо всём и об этом рассказать. Эльмира, я тебя поздравляю, что у тебя всё получилось. И я считаю, что сидя дома, всего лишь за один год выйти на доход от 30 тысяч рублей, ну 30 тысяч рублей, это же получается вообще классно. Ты с первого месяца же уже имеешь хороший доход, да? Я понимаю, что ты последние два месяца 30 тысяч рублей. Уже с первого месяца тысячи, половины. Да, я вышла на доход, можно сказать, уже на второй месяц тысячу баллов, потом постепенно вот так третий, четвёртый уже 2 500. Да. Ну, 2 500 я там сидела, наверное, несколько месяцев, 3-4. Около 20 тысяч дохода, наверное, давала, да? Да, где-то 20 тысяч давала доход, да. Ну, меня вообще с самого начала уже, я увидела деньги. И мне повезло то, что я продукцию уже представление имела, да? У меня были свои результаты, вот. И вот у меня ещё есть один такой отзыв, мамин, да? Результат у неё очень хороший. У неё межпозвоночная грыжа в трёх местах. Получается, у неё вот поясничная грыжа такая очень, ну, которая вот прям по нервам ей даёт. И каждый год, год один раз она обязательно ездила в санаторий на растяжку, потому что без этого она не могла. И вот эти вот уколы, которые сильные, которые блокируют, ей ставили, да? И она с этим блоком ходила там, не чувствуя ничего, где-то, наверное, ну, в месяц, в 8, а потом это всё начиналось. И вот когда я вот пришла уже на доход, начала прям осознанно, да, изучать продукты, рекомендовать, мама меня поддержала и говорит, я хочу оздоравливаться только сибирским. Если раньше она пила, ну, не понимала, да, там от чего до чего, там, мы не могли составить конкретный курс, а так я уже всё равно начала понимать. И вот она начала пить на постоянной основе флэкскуб. Но до того, как начать флэкскуб, мама вообще очищалась, наверное, целый год. Вот прям вот взялась за себя, да, и она очень полюбила нашу премиальный продукт, детокс. И по сей день она прям вот просто фанат премиальных продуктов. И она, например, допустим, три гель пропьёт две упаковки подряд, потом переходит к истокам, детокс, детокс, детокс месяца три, потом вот с этим же комплексом флэкскуб добавляет. И что хочу сказать, да? Прости, пожалуйста, мама, истоки чистоты или детокс проактив? Она, получается, после три гельма ещё пьёт истоки чистоты премиум, вот этот вот... Голубые. Ренессанс трипл сет, да. Вот ей нравится этот ренессанс, вот она вот его пьёт. Что-то вот зелёное она один раз пропила. Она, не знаю, может быть, он как-то долгоиграющий такой, да, но, может быть, вот из-за этого ей нравится, что вот тут 15 дней, такой вот вроде как, и она видит результат. А потом она плавно переходит к детоксу и может пропить всё три месяца подряд. И с детоксом она просто начинает уже вообще, ну, чувствовать. Хорошо себя чувствовать. Да, да. И когда пьёт детокс, добавляет к детоксу. Сколько лет маме, например? Маме 62 года. 62, ага. А сколько у неё детей? Мы двое у неё. Ага. Ну да. И как она сейчас чувствует себя? Вот она вот первый раз ездила в санаторий благодаря нашим продуктам. Я у неё спрашиваю, ты вообще чувствуешь свою грыжу? Она говорит, знаешь, он меня вообще не беспокоит. Вообще. Я не чувствую, может быть, он уже прошёл, но пройти он не может. Это же всё-таки грыжа. Так она ещё и не проверялась. И вот. И ещё у неё были боли в суставах. Она начала, ну, когда начала пить очищение, она почувствовала, что у неё ноги болят. Видимо, всё как-то началось, ну, работать, что ли. Да, да, да. И потом в один момент она говорит, я даже не могу встать, наступить, у меня болят ноги. Но она продолжала пить продукт, прям пила. И всё-таки обратилась к врачу на Бутылерова в Казани. Он ей сказал, только хирургическим путём мы можем вот это вот боли убрать. У неё там какой-то хрящик на коленке. На рост, ага, да. Да, он ей порекомендовал операцию. Да. И она отказалась. Отказалась? Она отказалась. Операцию она на ноги не делала. И вот она пьёт этот флекс-куб, я не знаю, наверное, гульшат всегда. Ну, может быть, где-нибудь перерывы. Перерывы делает. И вот у неё сейчас ноги не болят. Она ходит. Единственная, да, она вот у меня намаз пытает, молится, да, пять раз в день. И получается, она не может наклоняться, у неё коленки не нагибаются. Например, на стульчике она там только вот так. А так она ходит, ей ничего не беспокоит. Вот, да, класс. Пусть продолжает пить и очищение, пусть пьёт. Сорбент суставной пусть прям на постоянной основе пьёт. Суставной сорбент и флекс-куб. Да, коллеги, у меня тоже я только расскажу вот по поводу по суставам. Результат тоже серьёзный очень диагноз, типа коксоартроза. Женщина уже перешла, знаете, ей 52-3, ну, 50 лет было, да, уже ходила с палочкой. Уже не могла себя нормально чувствовать, потому что нужно было срочно замену суставов на операцию. Не знаю, почему не ходила на операцию. Не знаю, то ли должна была пойти. Так вот, она пила полгода наш флекс-куб. Она вот, я её полгода эти не видела, просто сказала, пить полгода флекс-куб. Тогда ещё МСМ не было. Флекс-куб, мегавитамины, потому что я читала, что хондроитин, глюкозамин обязательно хорошо усваивается только с комплексом витаминов. То есть все витамины из селены, кальция и магния, обязательно витамин С, нужны для усвоения хондроитина, глюкозамина. Это вот надо запомнить, что когда вы рекомендуете суставную программу, комплекс витаминов обязательно нужен. Так вот, новомин, вроде бы я ей в период обострения порекомендовал 10 капсул. Сорбент, флекс-куб и мегавитамины. Так вот, я её не видела около года. Я говорю, ну и как сейчас вас дела? Ну и она была без палочки, она без душа, всё круто. Я говорю, а как быстро, говорю, боли прошли? Она говорит, полгода был ад. Я говорю, да было, было, я жила на обезболивающих, было от боли, каталась, говорит, под полу от боли, но, говорит, не прекращала это пить. Я говорю, как вы, говорю, выдержали, что вот болит, обострилась вся боль, а вы дальше пили. Я, говорит, верила, вот я верила, что у меня всё получится, говорит. И представляете, вот сейчас эта женщина ходит без палочки, для профилактики всё это пропивает. Вот полгода, она тогда 8 месяцев всё это пила подряд. И вот за пол, через полгода, только через 6 месяцев у неё последствия. Просто обычная дозировка, просто я ей ещё сказала, в самом начале по 10 новоминную упаковку выпить. То есть одну баночку, изначально она ещё новомин пила по 10 капсул, то есть получается 12 дней. То есть вот, ну, так как она пришла сразу с сильнейшими болями, МСМ у нас ещё тогда не было, я ей порекомендовала новомин пропить, а всё остальное вот в обычной дозировке она пила. То есть вот такие хорошие результаты у нас есть. Действительно, составная программа тоже работает. Ну, Эльмира, это я немножко вот отклонением было. Не, действительно работает, на самом деле. Вот сейчас я даже смотрю, у родителей вообще нет лекарств. Хотя им вот 62 года, да, казалось бы, в этом возрасте люди полностью окружены лекарствами, да, там кучу-кучу, а я вот открываю, у меня прям душа радуется, что у них наши кубики, наши иммунокубки, иммунфокс, вот это всё, формула. Вот эта формула, да, у них никогда не заканчивается, формула 3. Он настолько помогает, вообще они просто у меня живут.